Приветствую вас. Я предлагаю вам обратить внимание на то, что у вас не ладился первый брак и теперь не ладится второй брак. То есть и с первым мужем вы определенно что-то делали не так и со вторым мужем вы тоже скорее всего делали что-то не так. Значит им имеет место быть некие повторяющиеся моменты в вашем поведении, скорее всего не осознаваемые вами и в результате чего получается какой-то негатив, какой-то отрицательный результат, который собственно вам не нравится. И в первую очередь нужно анализировать не то что происходит с мужем и не то как и почему так получилось вот так как получилось. И не анализировать то что делали сейчас, а анализировать нужно то как вы оказались в этой ситуации. То есть вся эта ситуация это следствие определенных сценарных триггеров. Сказать сейчас каких именно, ну мне не представляется возможным, потому что слишком мало информации. Я могу предположить что у вас есть некоторые проблемы с самооценкой, возможно есть страх одиночества и возможно вы не занимаете равноправное, по крайней мере комфортное место в отношениях для себя. То есть вы, грубо говоря, не чувствуете себя гармонично в своей роли, которая вот у вас с мужчиной. То есть вы требуете, например, от второго мужа более ответственного отношения к семье. Но, простите, зачем требовать от него это? Именно требовать. Если человек либо хочет это и делает, либо не хочет и не делает. То есть как вы вообще пришли к идее о том, чтобы что-то требовать от твоего мужчины, например. Вот. Мне кажется, что это предыдущий момент, который обязательно нужно разобрать. То есть можно ли, грубо говоря, на требованиях чего-либо, построить хорошее отношение. Вот этот вопрос вам нужно обязательно рассмотреть. Этот вопрос вам нужно обязательно разобрать. Вот. Далее. А если муж ваш второй, который младше, хочет быть независимым, гулять и себе все позволять, то это значит, что человек не готов с вами жить. Либо его тяготит то, как вы живете. Ну, с ним. Соответственно, если его тяготит, значит он не видит ничего привлекательного в жизни с вами. И это тоже существенная проблема. Как сделать так, чтобы мужчина понял, увидел, почувствовал, что жить с вами – это здорово. Для этого нужно, чтобы вы любили себя. Для этого нужно, чтобы вы ценили себя. Для этого нужно, чтобы мужчина прямо чувствовал, что он живет с женщиной, которая любит и уважает себя. Которая заботится о себе. Которая знает о себе цену. И так далее. Понимаете? Какая история. И здесь у меня возникает вопрос к вам. Насколько вы отвечаете этим характеристикам. Далее. Значит. Вы пишите. Вместе не проживаем. Вроде помирились. А, ну. Вот. Несколько странно выглядит то, что вы помирились, но при этом вместе вы не живете. А, в чем тогда смысл примирения вашего, если вы вместе не живете. А, если вы помирились, то, соответственно, ну, наверное, должны были быть сделаны какие-то выводы. Относительно того, что происходит. То есть, должны были быть приняты какие-то решения. Ну, я имею ввиду решения, например, связанные с, допустим, там, с тем, что вы делаете дальше. С тем, как вы дальше живете. Вот. Что вы дальше делаете. Ну, вот. Потому что, если этого нет, если нет, вот, ну, данного аспекта, если нет. А, ну, мне кажется, что просто смысла в примирении я тогда не вижу на самом деле. Понимаете? Какая история. То есть, с толку-то от того, что вы помирились. Вот. Вы говорите, что вроде бы помирились, но, тем не менее. что, значит, совместно жить он желание не изъявляет. Так. А в чем тогда примирение это заключается? Если, ну, если вы, если вы видите, что он не готов, ну, если он не готов с вами жить вместе. То есть, наверное, ну, наверное, наверное, должен быть какой-то эффект, наверное, должен быть какой-то результат. Ну, от того, что вы помирились. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент для вас. Вот. Так что подумайте об этом. Я думаю, что вам давно уже пора больше ценить себя. Вам давно пора больше уважать себя. Ну, ну, больше, с большим уважением относиться к себе, ценить себя. Вот. А не позволять вот, 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 мужчине вот так вот ни во что вас не ставить. То есть, до тех пор пока вы, грубо говоря, сами не возьмете в свои руки свою жизнь, да, до тех пор, пока вы сами в свои руки не возьмете то, что с вами происходит, а будете ждать, пока кто-то сделает это, вот, ну, к сожалению, ничего не изменится, да? То есть всё будет вот так, как происходит сейчас. Ну, просто потому, что человеку так комфортно, ну, я имею ввиду мужчине, и вам нужно ответить себе на вопрос, вы чьи цели преследуются, свои или мужчины, свои и своих детей, или всё-таки мужчин, мужчины, вот, вот я думаю, что примерно, примерно вот так вам можно ответить на ваш вопрос, то есть коллега правильно сказал вам, что нужно вот ответить на вопрос о том, что делать, чтобы что, ну, если, если помириться с мужчин, да, то есть повышать вашу привлекательность для него, это одно, если опустить и дальше, это совсем другое, вот, то есть мне кажется, что вот эти моменты вам нужно разобрать, ну и учитывайте, пожалуйста, что работать вам нужно сейчас не с мужчиной, как таковым, вообще, вот, вообще, работать нужно именно с тем, как вы в этой ситуации вообще оказались, вот, ибо это гораздо важнее. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.